Валерий Седов Аварийно-восстановительные работы на улице Интернациональной завершены. Во все дома и соцобъекты поступило тепло, не обходится без локальных проблем. Так, сегодня губернатор Павел Малков прокомментировал ситуацию с аварией на сетях Дягилевской ТЭЦ. Напомню, накануне ее директор обещал завершить ремонт к 9 вечера, но не срослось. В батарее рязанских домов, отключенных из-за аварии на улице Интернациональной, стали подавать тепло. Об этом на своей страничке в соцсети заявила глава администрации Елена Сорокина. К обещанному вчера времени, 21 часу, ремонтики не управились, за что руководитель Дягилевской ТЭЦ Сергей Корочкин был вынужден извиняться перед рязанцами. В настоящее время мы заканчиваем работы по ремонту теплотрассы по улице Интернациональная. В связи с увеличенным объемом работ, окончание работ переносится на 23 часа. Приносим извинения жителям Рязани за доставленные недовольства. Как написала Елена Сорокина, по состоянию на 5 утра на все многоквартирные дома теплоноситель поступил. Есть отдельные жалобы по стоякам, их отрабатывают управляющие компании. Управление энергетики ЖКХ также находится на постоянной связи с жителями. По работе школ и детских садов, там где с утра температурный режим пока не вышел на норму, педагоги предупредят в родительских чатах, но в любом случае будут работать дежурные группы. Впрочем, судя по откликам в соцсетях, говорить о том, что тепло вернулось во все дома без исключения, наверное, пока преждевременно. Но уже сегодня вечером все точки на дыр оставил губернатор Павел Малков. В сети Телеграм он написал следующее. Аварийно-восстановительные работы на улице Интернациональной завершены. Поручил госжилуинспекции совместно с управляющими компаниями адресно проверить внутридомовые системы и при необходимости устранить неисправности. Также теплосеть проведет перерасчет за коммунальные услуги. Дополнительно обращаться никуда не нужно. Гололед и перепад температур стали главными врагами рязанских пешеходов. Ледяной глазурью сегодня покрыты тротуары и мостовые. Люди продолжают падать, а это, в свою очередь, удлиняет и без того сумасшедшие очереди в травмпункты. Каждый, кто выходил на улицу в период новогодних праздников, в Рязани столкнулся с порой непреодолимым препятствием – гололедом. Расставивший снег застыл и превратился в лед буквально по всей площади города. Дождь выровнял до идеально гладкой поверхности льда и добавил экстрима скользящим по льду горожанам. Другими способами перемещаться было невозможно. И, конечно, падений было много. В течение этого периода у нас поступило порядка, если взять с 31 по 8 число, порядка 1100 пациентов суммарно. Сейчас, вот сами видите, 1097 пациент сейчас у меня на приеме. Соответственно, за это время в основном травмами были переломы. Много было переломов со смещениями, перелом, который требовали какой-то репозиции. Соответственно, гипсовые лангеты в огромном количестве. Такой поток травмированных, конечно, беспрецедентен. Поэтому в БСМП пришлось открывать даже дополнительные кабинеты на период праздников. Мы привлекали дополнительно докторов. В смену выходили на помощь. Работало сразу несколько. То есть, не как обычно у нас два кабинета, а еще дополнительно кабинет повторного приема тоже работали. И суммарно за больше всего, конечно, пик был на третье число пришелся. Это у нас был как раз самый гололед. Впрочем, видео из соцсетей наглядно демонстрируют этот самый пик. Праздники всегда масса гуляющих. Соответственно, травматологи к наплыву привыкли. Но в этом году погодные капризы и удивительно скользкий гололед поток умножили в несколько раз. Впрочем, сегодня очереди уже меньше. К тому же, все еще добираются до травмпункта и те, кто пострадал ранее, в самом начале января, но надеялся, что пройдет само. Само дергала, что ли? Да, она мне дергала, а поскорее вновь. Так, сейчас тогда, смотрите, выходим налево по коридору, кабинет 39. Делаем суммечек, потом без суммечек обратно к нам. Простите, сделайте, заходим. Спасибо. Советы по профилактике травм в подобных условиях весьма просты, особенно для людей пожилого возраста. Главная рекомендация – не выходить на лед. Меньше перемещаться вообще по улице, то есть сейчас у нас в целом неплохо развита инфраструктура доставки, то есть старайтесь как можно меньше выходить на улицу пожилым пациентам и, соответственно, больше пользоваться помощью своих родственников, потому что, к сожалению, основная когорта – это пожилые пациенты, и в перелом чаще всего ведутся смещением, и, соответственно, это сильно выключает их жизнедеятельность. Поэтому, соответственно, как можно больше находиться дома, постарайтесь пока что уменьшить свои прогулки. Лучше посидеть недельку дома, чем потом несколько недель ходить в гипсе с переломом. Самолечением заниматься не стоит. И если вы у себя обнаружили симптомы перелома, например, патологическая подвижность в месте травмы или большая гематома, посетить кабинет травматолога все же стоит. Ведь вовремя оказанная помощь всегда лучше, чем борьба со осложнениями. Надзор за деятельностью фонда капремонта Рязанской области будет вести вице-губернатор Артем Бранов. Это следует из проекта постановления областного правительства об утверждении порядка контроля за соответствием деятельности регионального оператора. Побечительский совет фонда капремонта в конце декабря тоже перешел под контроль вице-губернатора. Бранов его возглавил. Теперь главным органом, который будет проверять деятельность фонда капремонта, будет госжилинспекция. А вице-губернатор будет курировать эту работу. Именно Артем Бранов, напомним, месяц назад назвал программу капремонта в области провальной. Теперь у него будут полномочия, чтобы ее исправить. Январь принес очередные изменения в нашу жизнь. Уже нет ни пенсионного, ни фонда соцстрахования, а только социальный. Впрочем, об этом мы уже рассказывали ранее. Какие еще будут трансформации в нашем следующем материале. Новый год, новые подорожения. Теперь на оформление загранпаспорта через портал госуслуги не действует скидка 30%. Раньше госпошлина была дешевле на полторы тысячи рублей. Теперь придется платить по полной пять тысяч. Однако оформить новый документ взамен утраченного или пришедшего в негодность можно будет бесплатно. Также от уплаты сбора освобождаются граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Сразу несколько новостей для автомобилистов. И не самых приятных. Во-первых, с января подорожал техосмотр. Для легковушек, например, на 57%. Но это только звучит пугающе. Самый дорогой тариф, например, в Санкт-Петербурге. 1544 рубля. Минимальный тариф по приказу ФАС – 913 рублей. Напомним, с декабря 2021 тихосмотр обязателен только для грузовиков, автобусов и такси. Водителям же легковых автомобилей нужно пройти ТО при перерегистрации в ГИБДД машины старше 4 лет или при внесении изменений в конструкцию. Также автомобилистов обложат новой пошлиной. Например, тысячу придется дать за разрешение на изменение конструкции колесного транспортного средства. Допуск машины к перевозке опасных грузов будет стоить полторы тысячи рублей. А его продление обойдется в тысячу рублей. Часть других пошлин увеличат. Из хорошего увеличат срок погашения штрафов. Теперь это 20 дней вместо 10. Скидка 50% при оплате в первые 10 дней по-прежнему действует. Вырос и прожиточный минимум. В этом году сумма составит 14 375 рублей. Такая цифра установлена, исходя из прогнозируемой границы бедности на 2023-2024 года. Для трудоспособного населения, например, это почти 15 700 рублей. Для пенсионеров 12 363. Однако неработающим пенсионерам пенсии все же поднимут. Сумму проиндексируют на 4,8%. На выплату пенсии в бюджете соцфонда заложено 9,5 триллионов рублей. Из них около 9 триллионов уйдут на выплату страховых пенсий. Проиндексируют и маткапитал, но с 1 февраля. Через месяц государство будет оценивать рождение первенца в 589,5 тысяч рублей. Появление второго ребенка уже подороже – 779 тысяч. С января семьи начнут получать новое универсальное пособие на детей. Оно объединит ряд действующих мер поддержки, включая выплаты беременным и начисления в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. Вырастут и больничные пособия. Их также смогут получать работающие по договору ГПХ. Например, для людей со стажем больше 8 лет дневной потолок составит 2700. Это почти 85 тысяч за 31 день. Рассчитывать будут также доход работника за два прошлых года и его стаж. Доплатят и медработникам первичного звена от 4,5 до 18,5 тысяч. Сумма зависит от рода деятельности медработника и его должности. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, врачам первичного звена начнут дополнительно платить 14,5 тысяч рублей каждый месяц. Врачам скорой помощи – 11,5. А врачам центральных районных и районных больниц – 18,5 тысяч рублей ежемесячно. Массовая авария произошла в Канищево. Вечером 9 января здесь столкнулись сразу три легковых автомобиля. Как сообщают региональные СМИ, в результате ДТП пострадали три человека. Среди них женщина-водитель 1992 года рождения. С ушибленной раной левой руки ее доставили в травмцентр. Другого водителя, 40 лет, доставили в ОКБ с отресением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Еще один пострадавший, 15-летний ребенок, госпитализирован в ОДКБ с резаной раной лба. Всего в Рязанской области за прошедшие сутки зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 6 человек получили травмы. Новый год по календарю, так привычному нам, наступил полторы недели назад. А вот по китайскому еще только приближается. Год черного водяного кролика официально вступит в свои права 21 января, с первым новолунием года. Так что, если вдруг что-то с началом года 23-го не задалось, у вас еще есть попытка начать все снова. А от астролога советы, как это сделать с максимальной пользой. В китайском лунном календаре 2023 год обозначен символом водяного кролика. В период его главенства, то есть с 22 января 2023 года по 9 февраля 2024, должна царить атмосфера спокойствия и благодушия. Доминирующей стихией будет вода, олицетворяющая чувствительность и гибкость. Цвет года черный, а он означает силу и упорство. Для полноты картины следует рассмотреть число года. Семь – это мудрость, утонченность, склонность к знаниям. 23-й год у нас, 2023, это год трансформации, причем очень серьезной трансформации. У нас в этом году Плутон, очень серьезная такая планета, она меняет знак. Первый заход в знак Водолея, он там потом окажется лет на 20. То, как бы уже сразу мы ощутим момент того, что какие-то подвижки в мире, то есть это будут перемены во власти, это будет новый виток научно-технической революции, появятся какие-то новые изобретения, и, в общем-то, жизнь начинает бить ключом именно в сфере научно-технического прогресса. Сатурн меняет знак тоже, планета переходит в рыбы. А рыбы – знак двойственный, и это сфера религии, философии, мистики и эзотерики. В этом знаке Сатурн пробудет два с половиной года. Рыбы – это всегда знак, связанный с высшей религиозностью, с фантазией, с творчеством. Как-то по-другому, может быть, какие-то новые направления возникнут. Возможно, как-то новые какие-то люди придут в эту область, могут смениться религиозные лидеры. Понимание, что черное, что белое, и как бы снятие этих вещей вообще с повестки дня, в ближайшие два с половиной года. А вот если вдруг вы увидите вокруг не совсем адекватное поведение, желание привлекать внимание любыми способами – это все лилит или черная луна. Она заняла знак льва 8 января, что и вызвало своеобразную истерику, самовыражение, демонстративность и скандалы. Юпитер Вовне с декабря прошлого года добавляет желание заявить о себе, а тем, кто понимает, что происходит и может оценивать поведение окружающих и свое собственное, этим периодом стоит воспользоваться, чтобы заглянуть внутрь себя, научиться новому и выйти на совершенно иной уровень развития. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова